Приветствуем всех, дорогие телезрители, кто нас смотрит, кто интересуется литературой, культуры, истории нашего края. Сегодня в литературной гостиной очень интересный собеседник. Многие жители его знают, читают, интересуются. Это Антон Юрьевич Шабалкин, ведущий архивист Государственного архива Ульяновской области, он же член редакционного совета журнала Мономах, известный краевед, человек, который проводит экскурсии для жителей Ульяновской области. Ему есть что рассказать, и я думаю, что сегодня у нас будет очень интересный живой разговор о том, что предстоит нам отметить в следующем году, в новом 2024 году, какие интересные юбилейные даты, ну и вообще, что ждет ульяновцев в новом году. Антон Юрьевич, я знаю, что вы последние годы увлеклись экскурсиями с жителями Ульяновска, и наши ульяновцы проявляют большой интерес к истории культуры нашего края. Вот как все начиналось, почему началась эта работа? А началось это с одного из моих любимых мест в городе, это кладбище наше городское, Воскосенский некрополь. Вообще, я часто смеюсь, что у меня в городе три любимых места, от которых некоторые люди шарапаются. Это городское кладбище, заброшенный парк Дружбы Народов и Карамзинская колония душевнобольных. В 2015 году ко мне обратились в связи с тем, что юбилей был парка Дружбы Народов, он в 1970 году у нас возник в апреле, вот, ну, почти одновременно с моим центром, и попросили провести там экскурсию. Я стал водить, а следом за мной уже, так сказать, по проложенному мной маршруту уже много других людей стали ходить. Когда подошел 2017 год, столетие революции, мы придумали, как мы его называем, революционный маршрут. Симбирские судьбы на сломе эпох, где выбрали участок, ограниченный бульваром Новый Венец и улицей Спасской, и, соответственно, мемцентром и кадетским корпусом. То есть вот эта территория, где тоже можно ходить, не опасаясь обильного движения машин. И тоже так получилось, что если я скороговоркой расскажу, можно уложиться полтора часа, если я рассказываю подробно, то три раза где-то примерно по полтора-два часа. В этом году, ведь в 24-м, снова мы отмечаем юбилей Воскресенского некрополя. Нам будет что написать в журнале Мономах, что-то новенькое, интересное про людей, которые лежат на Симбирской земле? На кладбище всегда можно что-то раскопать, вы спросите за каламбур. Потому что, ну, когда мы с моим коллегой Иваном Эдуардовичем Севаплясом начинали заниматься этой темой, мы иногда просто, что называется, в охотничью стойку вставали у той или иной могилы, просто глядя на фотографию, что там какие-нибудь лихие усы или какие-то награды, и потом начинали искать по интернету, по каким-то еще источникам. Очень много тогда нам дали, конечно, разговоры со сторожилами Эмира Мироновна Савича, Наталья Сергеевна Хромцова. Люди, которые знали многих известных учителей, врачей и прочих, кто там похоронены. И поэтому даже за последние годы какие-то новые находки появляются. Так что там даже и что-то, если повторяешь, уже как-то это проникает информацией к людям уже по-другому. Я, конечно, очень жду ваших лично публикаций, публикаций других наших краеведов. И знаю, что в 2024 году мы порадуем наших читателей новыми интересными открытиями, статьями. И, конечно, скорее всего, остановимся на юбилейных крупных датах. Вот давайте мы нашим телезрителям напомним, что мы будем отмечать в 2024 году, и на что стоит обратить внимание, на какие даты. Круглых дат очень много, и можно что-то вот так в скороговорке даже пропустить. Ну, во-первых, все года, которые на девятку и четверку, это года, связанные с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Меняются эпохи, меняются режимы и так далее. Но Александр Сергеевич – это все-таки наше все, что мы с детства его строки «Буря мглой у неба кроет» и прочее. И очень гордимся, что он здесь был и оставил свой след. Причем за всю эту свою поездку до Оренбурга на территории Симбирской губернии он пробыл гораздо больше, чем даже там в Оренбургских степях во времени. А с Александром Сергеевичем тут идут зацепки и за его многочисленные связи. И, конечно, языковых семейства, тем более, что у одного из братьев, Александра Михайловича Языкова, известного собирателя русского фольклора, тоже юбилей в будущем году. А, как говорят, что практически вся речевая характеристика Пугачева в «Капитанской дочке» родилась из тех фольклорных записей, которые предоставили братья Языкова как раз Александру Сергеевичу. И, кстати, об Александре Михайловиче мы очень мало почему-то вспоминаем и редко пишем. И я надеюсь, что у нас будет хорошая статья о его вкладе в фольклор, в собирание фольклора. Опять же, в южной части нашей губернии, в своем имении, в Верхней Мазе, провел последние годы жизни самый, пожалуй, известный герой Отечественной войны 12-го года Денис Васильевич Давыдов. Иногда говорят, что он уроженец нашего края. Он не уроженец, но он здесь достаточно много прожил в имени жены. Ну и мы как раз в архиве запланировали на будущий год выставку, ну пока условное название «Пушкинская эпоха». Там уже потом, может быть, какая-то стата пойдет в название или еще что-то. А тут много чего можно рассказать и про его современников, то есть тогдашнее дворянское общество. Это и князь Михаил Петрович Баратаев, который тоже юбиляр в будущем году. И такие наши дворянские роды, как Ивашевы, Кендиаковы и прочее. То есть, действительно, к именю Пушкина, ну все тут. И литература, и праздники поэзии, проходящие в Языково, и театр, который тоже без Александра Сергеевича не обходится. И сейчас у нас «Капитанская дочка» идет тоже на сцене. Так что Александр Сергеевич, он за собой, как такой паровоз мощный, ведет еще много самых разных тем. И в том числе наших земляков. И мы должны все-таки тоже сказать, что на редакционном совете журнала «Мономах», где собираются наши краеведы известные, мы все-таки решили один номер, это будет июньский номер, посвятить и юбилею Пушкина, и юбилею Дениса Давыдова, и другим литераторам, которые тянутся вагончиками за этим паровозом. Кстати, вот по поводу Дениса Давыдова, вы сказали, мы уже собрали несколько статей. И спасибо нашей замечательной Софье Саидовне-Узбековой, которая подготовила уже ряд статей. Она из Верхней Мазы, Радищевский район, она всю жизнь занимается Денисом Давыдовым, и уже готовы статьи, которые ждут публикации. Это вообще очень хорошо, когда как раз в той местности, которая связана с рождением или проживанием какого-то великого человека, находится энтузиаст. Ну как в свое время Пушкиногория связывали с Гейченко, как какие-то другие тоже, как хранители. Ну как сейчас вот Пушкинский музей, а сиротел, конечно, без Антоновой. Так вот сейчас у нас хорошо, когда в том или ином регионе есть свои вот эти светочи, можно сказать, которые объединяют людей. Она действительно педагог там с более чем 40-летним стажем, и она многие годы занимается изучением и Дениса Давыдова, и его потомков Бутеровых. Причем кровь Дениса Давыдова, она играла и через поколение. Его уже потомица Юлия Бутерова была медсестрой в годы Первой мировой войны, и ее грудь тоже украшалась наградами, то есть не пряталась где-то там по тылам. Вот. И Софья Саидовна, она создала там прекрасный музей, потому что не каждый школьный музей может быть такого уровня, не каждый там, допустим, просто сельский с таким сравнится. И она очень болеет за судьбу этого музея, дай Бог, чтобы он все-таки жил, чтобы не сворачивалось. Да, уже сколько лет говорилось о возрождении этой усадьбы, конечно, составлялись и проекты, и прочее, но, увы, пока что с этой усадьбой, что с возрождением Языковской, остается все на уровне, увы, разговоров и бумаги. Да. Нет у нас таких меценатов, а хотелось бы их получить. И, опять же, вот, если продолжать людей-энтузиастов, нельзя не вспомнить Николая Александровича Захарчева из Старой Майны, который создал, ну, не один, а, опять же, такие люди объединяют вокруг себя единомышленников-соратников, музей леса. Причем там интересно и тем, кто в этой теме, в природной, и обычным краеведам, и вот в чем ценность таких людей, что они, будучи высокими профессионалами, на своем деле, они умеют рассказывать популярно, что это будет понятно и школьнику, и кому-то, приехавшему вообще впервые туда, в Старую Майну. И там в центре у них большой спил сосны из жидяевского лесничества, которые, как посчитали по годовым кольцам, ровесница Николая Михайловича Крамзина. И они на этих кольцах установили такие метки-флажки, что вот родился Крамзин, что, допустим, побывал Пушкин, произошла революция, победа в Великой Отечественной войне, полет в космос первого человека. И вот когда видишь это дерево, которое было современницей этих всех событий... Меня тоже очень потрясло это дерево. И, знаете, для воспитания молодежи, детей, школьников, которые туда ездят на экскурсии, это вообще такой ценный экспонат. Ну, мы, во-первых, призовем, наверное, всех телезрителей. Иногда они не знают, куда съездить на экскурсию. Обязательно надо посетить музей леса в Старой Майне. Мы с вами затронули такую важную тему, как награды, правительственные награды, и, в частности, от журнала «Мономах» нашим краеведам. Мы уже назвали людей, которые в этом году получают племию журнала «Мономах» за вклад в историографию. Давайте тогда их и назовем. Ну, я двоих назвал, теперь остальных двоих. Мы, значит, повторим, конечно, это Софья Саидовна Узбекова, Радищевский район, это Николай Александрович Захарчев, Старомаинский район, и Ульяновский, наш исследователь, который тоже хорошо всем известен, Александр Павлович Рассадин. Это ученый, это человек, который работает в области литературного краеведения очень-очень много лет. Это краеведческие премии, но и гран-при у нас получают литератор, недаром мы сегодня в литературной гостиной. Человек, который занимается всю жизнь энциклопедиями литературными, это Николай Марянин. Он же автор гимна Ульяновской области и автор многих-многих гимнов, других регионов. К нему уже теперь, как к специалисту, обращаются люди из других регионов. Люди, вот эти наши награждаемые, награжденные, все очень достойные, и мы каждый раз радуемся, что есть такая премия «Шапка Мономаха» и премия за вклад в продвижение культуры и истории нашей малой родины. Я всегда повторяю, журнал «Мономах» для тебя, о тебе, о твоем роде. Поэтому в редакцию, адрес есть, может писать любой человек. Грамотный, малограмотный, безграмотный. Главное, чтобы это были воспоминания, фотографии, какие-то источники, которые рассказывают нам об ушедшей деревне, об ушедшей семье, о каких-то подвигах наших земляков. Мы стараемся поддерживать этих людей и обязательно печатаем, даже если этот материал сыроват, и дорабатываем, и они идут. Они у нас люди из глубинки печатаются очень часто. Антон Юрьевич, ну, вы говорите, мало ориентиров. Ориентиры есть, и вот на вас идут, и вас хотят услышать и прочитать. Поэтому, конечно, я надеюсь, что за вашим авторством будет много публикаций, тем более, что вернемся к этим датам. Да-да-да. Вернемся к этим датам юбилейным. Есть о чем рассказывать. Есть новые находки. Ну да, просто можем же вспомнить и даты и советского периода. Ну, во-первых, будущий год, столетие сразу нескольких событий. Это и смерть Владимира Ильича Ленина в январе, и в мае переименование города, а в августе родился человек, который свою жизнь посвятил изучению семьи Ульяновых Жарас Александровича Трофимова. Ему тоже 100 лет в будущем году. То есть вот 24-й год вот так как-то их объединяет. И, опять же, история не только то, что когда-то было задолго до нашего появления на свет. То есть для многих, допустим, часы в башенке на доме Гончарова, которые отбивают нам каждый час, наши городские куранты, кажутся чем-то таким, ну, действительно, Старый Симбирск. Причем были даже в связи с этим связаны ляпы. В свое время на сцене нашего театра шла пьеса «Дети Ванюшина» найденного, где задник изобразили как виды Старого Симбирска, какие-то соборы, что-то еще, и башенка дома Гончарова. Хотя ей будет всего лишь 50 лет в будущем году. Эти часы были пущены 12 сентября 1974 года. То есть они моложе многих нынешних ульяновцев. Ну, настолько они действительно замечательно вписались в облик города, что стали одним из символов. И знаете, еще о чем хочется сказать, что история, она должна все-таки нас чему-то учить. Хоть и говорят, история ничему не учит. Она должна нас... Мы обращаемся в прошлое для того, чтобы смотреть в будущее. И вот в этом отношении очень важно вспомнить некоторых наших земляков, в том числе и Перси Френч. Для меня она образец настоящей женщины, которая в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. И все она могла, да, и пахать, и сеять, и быть человеком для культуры, оставивший наследие нам огромную ценную коллекцию, которой сейчас гордится художественным музеем, тоже ведь у юбилеи. Это уж, наверное, мы сможем что-то... Она родилась в 1864 году. Как предполагают ее... В Лондоне, скорее всего, появление на свет произошло. Наша англичанка. Вот фигура действительно очень интересная. Женщина сильная. Нельзя сказать, чтобы все были довольны ей, конечно, но она просто действительно смогла привести в порядок свое имение, которое достаточно запустила ее мать-странжирка. То есть она у нее просто его отжала, говорят современным языком, и сделала одним из образцовых. Вот. Ну и вот какие-то ее письма, когда смотришь, ей там то ли 18, то ли 20 лет, она интересуется, по-моему, у дедушки своего, Александра Львовича Кендиакова, по сыроварению литературой. Вот у меня в 20 лет таких каких-то интересов никогда не возникало. То есть она действительно... Ну а какой она была конозаводчик замечательный. У нас сохранится огромное количество различных там похвальных листов за гнедую кобылу волна, за жеребца такого-то, на различных смотрах, лошадиных выставках, да. То есть, опять же, первый архитектурный памятник Гончарову созданный, это беседка, которая на частной территории по ее личной инициативе была сделана в 12-м году. Гончаровский дом только заложили, еще проекта даже не было. Она того же Августа Шаде привлекла к этой затее. Ну и просто действительно человек, который, ну, весьма-весьма была интересна, даже уже в эмиграции, в Харбине, старая, больная, сильно располневшая, а у нее еще в 30 лет диагностировали порог сердца, что привело к этой нездоровой полноте, при том, что она с молодости очень любила верховую езду. Ну а потом, естественно, от этого пришлось отказаться, но у нее гражданский муж был как раз Жакей. Вот фон Братке, он погиб в гражданскую войну, и она, будучи в Харбине, не теряла надежды найти его, чем пользовались многочисленные иностранные разведки, по ее каналам проникая в страну. Причем она очень часто высказывалась достаточно резко против эмигрантов, и оставалась патриотом своей страны. Она не хотела вредить родине, пусть Родина ее отвергла, пусть ей довелось посидеть в тюрьмах, то есть и у нас, и в Москве потом. Так что, действительно, фигура удивительная. Я еще очень люблю Владимира Николаевича Поливанова. Для меня это тоже ориентир такой. Настоящий патриот, человек богатый, но посвятивший свою жизнь, не жалевший денег для симбирской культуры. Не самый богатый из симбирских дворян, скажем так. И, кстати, посвященная Поливанова выставка открылась буквально на прошлой неделе у нас в Кровеческом музее, вот в этом выставочном пространстве под лестницей, где некоторые материалы я сам увидел впервые, в том числе какие-то групповые фотографии, и там представлено три его живописных работы. То есть мы знаем хорошо альбом Николая, Ивановича Поливанова, друга Лермонтова, а здесь живописные работы самого Владимира Николаевича, виды различные, акшуацкие, там отдельно сосна, там дом и церковь. Вот, ну, потом он археолог был, который был известен за границей, то, что он нарыл в муранском этом могильнике, это и в нашем музее, и в Сызрани, и барон Дебай увез во Францию часть. То есть действительно фигура удивительная, это такой мотор был, энергия, который пробивал идею архивной комиссии несколько лет. Губернатору Теренину это как-то было неинтересно, он от этого отмахнулся. При губернаторе Акинфове Поливанов встречает поддержку, но когда не удалось архивную комиссию, он создает первый частный музей у себя в Акшуате, который, к сожалению, не сохранился, даже руина нет его. То есть действительно человек удивительный, уникальный. Во многом его активность помогла воздвигнуть дом-памятник Гончарову, самое красивое здание, которое мы сегодня имеем. Во всех отношениях личность очень-очень яркая. Кто знает, как бы, конечно, сложилась его судьба после революции, его же смерть стала неожиданностью для всех, когда он в апреле 15-го года уехал в очередной раз в Санкт-Петербург, и Петроград, прошу прощения, в 15-е годы уже, и там вдруг скоропостижно умирает, и как раз у нас есть письмо Перси Френч, вот фон Братке, где она пишет, вот кратко, у Пантелеймона весь Симбирск и весь Петроград. То есть Пантелеймоновская церковь, она сохранилась в начале Целеного переулка, причем она для нас не чужая, поскольку ее прихожанином когда-то был Иван Александрович Гончаров, то есть его вот там отпели, потом погрузили в вагон, и он прибыл сюда, в Симбирск. Ну и у него же судьба потомкова интересная. Его сыновья, Александр и Николай, они оказались в эмиграции. А дочь Людмила, она не очень удачно вышла замуж, и по семейному преданию, когда началась Первая мировая война, ее супруга, офицер, уходя на фронт, что, я скажу, ну пусть пули нас рассудят, и действительно он погибает, она уже второй раз выходит за Красного командира, и она уже становится как бы не дочерью предвидителя дворянства, а вдовой участника империалистической войны и жирной Красного командира. И ее дочка она уже преподает в Академии бронетанковых войск. То есть внучка нашего Поливанова готовит Красных командиров. Еще один юбилей мы с вами не вспомнили, очень важный, юбилей заповедника. Как бы мы жили без него, без его музея. Да, и заповедник, и люди, связанные с ним, и покойный Александр Николаевич Зубов, и многие, кто являются авторами журнала, и Иван Иванович Серпляс, и Ирина Федоровна Макеева, и другие. Я сейчас просто не буду переснять, чтобы кого-то не забыть. Потому что действительно в 1984 году, ну буквально накануне перестройки, кто знает, вот если бы еще года 2-3 протянули, может быть, и не сложилось бы это. А это вот сохранили вот эти, в первую очередь, куски, большие улиц Льва Толстого и Ленина. Потому что говорят, что на улице Карликинга тоже была шикарная деревянная резьба, но мы ее сейчас в лучшем случае по каким-то чертежам, фотографиям можем видеть. А эти сохранены, реставрируются. В них открыто большое количество музеев самого разного профиля. Тут тебе и быт, и фотография, и почта, и все на свете. И лавка. И молочная лавка. То есть действительно это огромное дело, что тогда удалось это сохранить, так сказать, именем Ленина. Ну а сейчас это уже действительно пласт вот этой культуры, быта, всего, что там уже иногда идут не посмотреть про какого-то человека, но так же, как в журнале, посвященном Дому музея Ленина, очень хороший был предпринят ход, когда рассказывается не столько о каких-то идеологических взглядах семьи, а об их быте, в том числе про реальные вещи. Нянин сундук, шкатулка Мария Александровна, какие-то еще предметы, то, что, ну, так сказать, не перегружено идеологией, но что может быть любому человеку интересно. Да, важно, интересно. Да, и вот свеженький номер журнала «Мономах», мы только его получили на днях, и он тоже очень интересный, разнообразный. Здесь мы отметили 80-летие автомеханического техникума и юбилей наших героев Советского Союза. Вот мы не сказали, что у нас в 24-м году очень много юбилеев героев Советского Союза. Это как раз год призыва был, 24-й год. И в основном вот все наши герои, они должны быть отмечены в этом году, и хотелось бы, чтобы учителя обратили на них внимание. Мы, конечно, тоже будем искать живые такие материалы, чтобы что-то дать такое, что цепляет, цепляет учеников. Потому что здесь очень важно что-то живое, а не просто, что был на таком-то фронте, когда ты родился, тем награжден, а именно что-то живое, вот такое настоящее. Вот Остава, где не рассказывает родственница, нигде раньше я не встречала этих фактов таких. То есть мы, как человека, узнаем его совершенно с другой стороны. Кстати, вот в февральском номере у нас к столетию Александра Матросова еще один материал Нины Дубовик. И опять же, уже сколько я сама лично прочла и сколько мы публиковали статьи о Матросове, я совершенно по-другому посмотрела на этого человека. То есть я его увидела как человека живого, с его слабостями, достоинствами. Ну и, конечно, понятно, откуда вот эти героические такие подвиги в нем. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что в литературной гостиной у нас был краевед, ведущий архивист нашего государственного архива Ульяновской области Антон Юрьевич Шабалкин, который радует нас всех живыми экскурсиями, интересными статьями и новыми находками. Пишите нам, не забывайте журнал «Мономах». Не только читайте, но и участвуйте в создании этого журнала. А Новый год, я думаю, мы проведем дружно, вместе. И дай Бог, чтобы этот год был счастливым и радостным и плодотворным для всех, всех нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова